Привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о том, какие комплектующие надо брать для фермы. Поехали! Ну, во-первых, какие комплектующие брать для фермы? Во-первых, видеокарты. Об этом мы говорили в прошлом ролике с вами вместе, так что вы можете его посмотреть и вы там поймете, какую видеокарту надо брать уже. А сейчас поговорим о всем остальном, да, там материнка, проц и так далее и тому подобное. Поехали! Ну что, скажу так, многие из вас мне пишут в личку, Леван, посмотри, вот эта конфигурация будет ли нормально для майнинг фермы? И пишут мне, материнка Z570, проц Core i7 какой-то там крутой, да, ворочен, 16 или 32 гигабайта рама, SSD-шник на терабайт. И я такой смотрю, ребята, вы что, миллионеры что ли, да? Ну, так, давайте так, определимся. Майнить вы можете даже, используя 775 сокет без проблем. И на нем ферма тоже будет работать. Единственный минус этого сокета, эти, как там зовут, скажем, материнки с процессором и с рамом, да, то, что он больше четырех, не то пяти, больше пяти карт он, они не могут включить, да, вот и все. До пяти карт ферма. Покупайте 775 сокет, он стоит 20-30 баксов и вы будете на нем майнить без проблем. Но, если вы хотите сейчас, например, как там зовут, купить себе не 775 сокет, а что-то по намее, давайте сейчас поговорим об этом именно, да, погнали. Начнем с материнки как самого главного. Во-первых, вам надо знать следующее, то, что не обязательно брать самые топовые материнки, потому что на простой материнке это все тоже будет работать. Но, надо запомнить первое, то, что каждая материнка имеет возможность подключения какого-то определенного количества PCI-Express линий к себе. На некоторых материнках они запараллелены, то есть, что значит запараллельно, я сейчас вам объясню. Что значит запараллельно? Вот, смотрите, материнка от MSI, да, и у нас, что мы тут видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук, как будто бы, типа, мы сюда сможем подключить видеокарт. Но, тут какой я помню, что, я уже точно не помню, который из них, но какой-то вот из этих портов, куда мы подключаем райзера, да, какой-то вот из этих, да, он запараллелен вот с этим. Так что, если вы воткнете вот сюда, например, через райзер видеокарту, и вот сюда, будет работать только один, вот этот. Если сюда, то этот уже работать не будет. Итак, на некоторых материнках происходит как? У них есть тут семь этих портов, но один вот этот главный порт, X16, который, но вот эти, да, скажем, вот один и два, да, они будут запараллельны с этим и с этим. Так что, если вы воткнете вот эти два, вот эти два работать не будет. Как это определите, ребята, да, вы можете посмотреть видео, которое я выложу у себя в этом, как его зовут, в телеграм-канале, и там вы посмотрите, насчет этого я говорил, год назад я его снимал, ничего с тех пор не изменилось, посмотрите его, и вы поймете. Это если вы берете гражданскую версию видеокарту, то есть гражданскую версию материнок. Если вы берете материнку под майнинг, sorry, она чуть-чуть грязная, вот такая, BioStar TB250, самая практичная материнка. Только, смотрите, есть две версии, одна, ну, они обе китайские, но есть Китай-Китай и Китай нормальная. Разница между ними какая. У Китая-Китая вот здесь такая красная, это, нашивка ее. То не берите, берите без красной штучки, да. Вот такую вещь, потому что на этом вы можете запустить без проблем 6 и плюс 1 через М2, а на той только 6 штук можете запустить. Так что, производители материнских плат, они уже давным-давно позаботились о вас, чтобы вы бы входили в майнинг и чтобы по дешевке бы входили. Вот на этой видеокарте что мы видим? Мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть портов, да. И мы видим только один X16, а на этой материнке, да, типа для гейминга, да, мы видим три X16 порта, да, но в реальности это X16, X8 и X8, в хорошем случае, или X8, X4, да. Ну, это чтобы, типа, вы в компьютер бы запихнули бы все три карточки, ну, бедные эти карточки. Так что, вот здесь уже все урезано, то, что вам не надо. Слот для рамы, две штуки, зачем вам четыре штуки? Для динамиков никакие 5,1, простые динамики, да, втыкающиеся, и так далее. Все, что не надо, все уже давным-давно урезано на этой материнке. Такие материнки выпускают Биостарта, B250 выпускают, Асуроки выпускают. Эти, кстати, Биостары выпускаются на 6, 8 и 12 карт. Также есть Асуроки, которые выпускаются на 13 карт, да. Есть Asus B250 Mining Expert, который на 19 карточек, у меня тоже такие есть и так далее. Вы выбираете уже материнку под то количество карт, которые вы хотите. То есть, исходя из моего опыта, да, максималка в Риге должна быть, ну, 12 карт, да. Потому что на B250 19 карту, во-первых, 19 карт, вы туда пихнете, но это должны быть только зеленые карты от NVIDIA, потому что AMD не поддерживает больше 14 карт, ну, дырова сами не поддерживают больше 14 карт. Только NVIDIA карты, и то там потом начинаются проблемы и так далее. Не советую вам. 12 карт это максимум, который работает очень хорошо, стабильно, да. 6, 8, исходя из того, сколько вам карт надо. Если вы, например, покупаете 2 карты, можете брать смело эту материнку, а потом будете добавлять сюда, еще до 6 дойдете, потом соберете новую ферму. Думаю, с материнками разобрались, там Gigabyte тоже выпускают материнки для майнинга, и они стоят в разы дешевле, чем, например, гражданские версии, можно так сказать, да. Потому что они очень сильно урезаны. Так что, если будете брать, берите именно их, да. Мой совет вам, чтобы просто так не выкидывать деньги. Потому что X5700 покупать, ну, смысла нет. А если вы хотите именно купить вот такую какую-то гражданскую версию материнки, то посмотрите мое видео, которое будет в Telegram-канале, чтобы узнать бы, как правильно выбрать ее, чтобы она поддерживала 6 или 7 или 8 карт, чтобы на ней можно было запустить. Следующее, это поговорим о процессоре. Многие пытаются сюда пихнуть Core i5, Core i7 и так далее, да. Но в реальности в майнинге вы его использовать вообще не будете. Да, можно майнить на процессоре и так далее. Но на сегодняшний день, и вообще это было всегда, то, что майнинг на процессорах не приносил такой хорошей большой прибыли, да, как видеокарты, да. Вы просто от этого у вас будет заедать Рик в большинстве случаев, да, и так далее. А вы будете зарабатывать 10-20 центов в месяц, ну, не в месяц, в неделю, скажем, да, там, и так далее, да. Пару долларов в месяц вам ничего не сыграть, и этот процессор вы не отмените. Конечно, если вы не купите типа Ryzen последней серии, и на нем будете майнить Moner, тогда этот Ryzen будет приносить вам как одна видеокарта. Ну и стоит он тоже очень дорого. Ну, тоже не советую в одну ферму пихать так, говорит, все. Так, по процессорам. Берете самый дешманский Celeron. Вот как вы его здесь видите, да, я не знаю, сфокусировался или нет. G3930, да, это для 1151 сокета, да. Самый дешманский Celeron даже есть 3900. У меня тоже такие процессоры есть. Майнеры мы их назовем просто заглушками, да. Это чтобы была заглушка, чтобы система просто запускалась. Вам больше от процессоров в майнинге вообще ничего не надо, так, что не надо никакие Core i5, Core i7. Если даже вам консультанты будут втюхивать то, что возьми, как-как, не надо, там 6 видеокарт крутых, 3080, там нужны крутые процессоры, купи его, да. Не скупись, бери 3930, да, самый дешманский Celeron, и тебе этого хватит вот так в майнинге. Тебе больше и не надо. Окей, с этим совсем разобрались. Сейчас, ребята, по раму идем. Идем по раму. Как вы думаете, сколько рам надо, да? Скажу так, исходя из моего опыта. Вот планочка, да, это вообще DDR3, да. Там это будет DDR3, DDR2 или DDR4. Вообще никакой разницы нету в майнинге. Поверьте мне, вообще, вообще никакой, да. При этом, скажу так, 4 гигабайта на ферму до 12 карт. Хватает вот так. Свыше 12 карт, если вы делаете ферму, пихайте туда 8 гигабайт. Будет более стабильно. Но и на 4 гигабайт она тоже запустится и будет работать свыше 12 карт, да. Но рекомендую я вам. Свыше 12 карт 8 гигов, до 12 карт 4 гигабайта. Вот так вам хватит. Любой памяти. Не покупайте, типа, там. Она 3400, 3600 или 4000. Ну, вот мегагерс. Это что, эта память самая крутая DDR3? Не нужно вам. Берите самую дешманскую. Вот, например, какой-то Клис Ре. Вообще, я даже не знаю, что это за бренд, за бренд, но он работает, да. А чипы у него, чипы у него тоже какие-то. Но RAM работает, с ним ничего не происходит и работает все нормально. С RAM тоже разобрались, да, ребята. Следующее, это хард диски, да. Он нам нужен, скажу так. Но будет из их, и надо брать, исходя из того, например, под что вы будете строить ферму. Если вы будете строить ферму, чтобы ваша ферма работала на винде, в этом случае вам надо или хард диск, или SSD-шник, ну, хотя бы 120 гигабайт. 120 гигабайт, ну, даже не хотя бы, а 120 гигабайт вам хватит вот так, да, на эту одну ферму. Без проблем. Даже 80 гигабайт мне тоже хватит. И на 60 гигабайт мне тоже можно поставить винду. Но лучше 120, да. Запомните мои слова. 120 ставите, и вам хватает этого вот так. Все. Да. Выбирать между HDD и SSD, скажу так, SSD-шники сейчас стоят вообще копейки, и на 120 вы новенький найдете в районе 15-20 долларов, да, он будет стоить. Не обязательно брать там какой-то супер-пупер-корсет, как-то Kingston, который будет в разы или в 100 раз быстрее, чем какой-то простой. Берете простой SSD-шники, и они работают годами. Даже китайские работают годами без проблем. Чем брать HDD, да. Дальше, если вы, например, ставите RAIF OS или HIF OS, как операционную систему, да, в этом случае вы даже можете использовать флешку, да. И в этом случае вам не нужен хард-диск на 120 гигабайт, ну, SSD-шник на 120 гигабайт, скажем, можно брать и на 60, да, там, тоже без проблем хватит. Любое количество, что выше 30 гигабайт, вот так вам хватит на вот этих операционных системах. Но, на флешку вы тоже сможете поставить, но скажу так, флешки я очень быстро отрыгиваю, да. Вот у меня, например, когда было на флешках, вот, мои риги, да, там, ну, скажем, было ригов 10, да, у меня на флешках, да. Из этих 10 ригов, да, в месяц раз какая-то у них флешка отрыгивала, да. И, честно сказать, флешка стоит там, ну, сколько, 7 баксов стоит на 30 гигабайт, да, а SSD-шник на 60 будет стоить 15 долларов. Ну, не гигантская. Разница, ребята. Так что покупаем SSD-шник на 60 или на 120, да, за 20 баксов и все, наслаждаемся и забываем насчет вообще с этим проблем. Дальше, что нам еще надо? Правильно, райзера нам еще нужны. Райзера бывают разные. Третья модель, четвертая модель, пятая модель, шестая модель, седьмая, восьмая, девятая модель, может, даже десятая вышла уже, я уже даже не знаю. Скажу так, все равно, какую брать. Все зависит от того, какой у вас блок питания. Какой блок питания, сколько у него выходов, да, там, например, Molex, SATA, как бы так сказать, это PCI-Express выходы, да, там, то есть восьми-пиновые выходы или шести-пиновые. Исходя из этого, мы берем те разъера, которые нам нужны. Если вы не знаете там, что и так, можно брать универсальные, это восьмая, девятая версия, там на них сразу же уже есть и SATA разъем, и Molex разъем, и шести-пиновый разъем, да, так что вы можете вставить или то, или то, или то, одно из трех, да. В большинстве случаев, вот эта вся разница между этими разъерами, другого вам ничего не даст. Еще скажу, что разница между третьей и девятой серией, да, скажем так, в скорости вам ничего не даст, а будет плохо по подключению и так далее. Так что, переплачивать лишние бабки тоже не стоит, да, ну, хотя разъера можно брать и БУ, я вам так скажу, они стоят по сто рублей, да, вообще-то, да. Но, когда вы берете разъер, берите его, например, если вы покупаете новые разъера, берите, например, если вы берете на шесть карт на матернику, берите сразу же восемь штук, потому что две штуки будут испорчены, или, не будут работать, если вы их, тем более, тачите из Китая, не покупаете на месте, то, особенно важно перед установкой новых разъеров их всегда тестировать на какой-то старой видеокарте, которую вы не боитесь сжечь, потому что иногда так бывает, что разъера собирают неправильно, и они, это, могут сжечь вам карту, поэтому, тестируйте их на этом. Как их тестировать и так далее, тоже видео выложу у себя в Telegram-канале, там тоже посмотрите, очень просто это все делается, и, вообще, никаких проблем с этим нет. Ну, а если бы у Райзер, просто спросите у продавца, он у тебя работал, ты на нем работал? Он скажет, да, работал, ты посмотришь, он будет пыльный, значит, он до этого работал, значит, у тебя тоже будет работать, вот такой вариант. сейчас блоки питания, по блокам питания, что брать и так далее. Если вы майнер-миллионер, такие тоже есть ребята, которые платят по 2000 долларов за 3080, ну, бывают такие, да, можете взять себе еще и вдобавок, какой-то блок платинум, да, там будет, это Seasonic за пару тысяч баксов, да, ладно, еще что, ну, это Seasonic, или Corsair, или VGA, или Thermaltake, можете брать платину, да, там, типа, если кто-то у вас просит, вы скажете, что у меня платиновый блок питания, я вообще крутой чувак, да, я за него заплатил то же самое, сколько стоит голдовский, и только в два раза больше, да, по объему, да, ну, да, можете так тоже сказать, да, вот так похвастаться перед ужинами, но зачем это вам надо, да, если они, конечно, стоят не то же самое, что голды, можете на них даже не смотреть. Это он, для майнера, это голдовский блок питания, Corsair, EVGA, Thermaltake, Seasonic, FSP групп еще была такой, или FSP, или FPS, FSP, по-моему, групп был еще такой, тоже нормальный блок питания, но это, как это зовут, не берите там, типа, шифтеков, или что-то в этом роде, потому что, насчет шифтеков, слышал очень много, что они горят, и так далее. Как и на что садить блоки питания, тоже это видео есть у меня отдельно, да, там, как их, собирать, и я сниму еще скоро новое видео, как собрать полностью от начала до конца видео, тоже до конца недели это, у вас будет такое видео, чтобы посмотреть. Дальше, еще скажу, что блоки питания бывают разные, ну, если у вас есть деньги на голды, да, можете брать голды, да, базарный, но не у всех майнеров есть, например, большой бюджет, и так далее. Можете в этом случае брать блоки биткоина, да, что такое блоки биткоина, это просто китайские блоки, которые выпущены для майнинга, и они начинаются от 1,4, по-моему, киловатта, или от 1,2 киловатта, до 1,8, до 2 киловатта они дотягивают, почему их называют биткоинами, просто майнеры их называют биткоинами, из-за того, что у них логотип биткоина на всех этих блоках питания, но называются они как-то по-другому, там, шумбанчун, или шунджинчун, или как дады, ну, китайские блоки питания, с логотипом биткоина, и всех называют биткоинами, если ты говоришь, любому майнеру скажешь, блок питания биткоин, у тебя он тебе скажет, да, биткоин, но он не будет знать, что это 1,4, или как там шумбанчун называется, да, одним словом. Блоки питания, я вам скажу, тоже нормальные, тоже используются, и тоже без проблем, но и стоят они в 2, а в 3 раза дешевле, чем, например, тот же голд, да, если у вас, ну, с деньгами вообще напряг, да, то в этом случае, можете серверники брать, или, например, вы хотите собрать одну большую ферму, да, и только с одним блоком питания, да, в этом случае, берете серверник, серверники, единственный минус серверника, я вам скажу, ну, два минуса у него всего, один из минусов, это то, что если вы нагружаете его больше 70% его мощности, например, если серверник 1,5 кВт, да, и вы нагружаете где-то его на 1,1-1,2 кВт, да, в этом случае, он уже начинает шуметь, и шумит он так, ну, прилично, ну, если вы его не в квартире держите, а держите в гараже или в подсобке, да, то значит, то все равно, вы можете брать их серверники, да, еще большая разница между, вот, голдовскими блоками питания, да, что я сказал, вот, голдовский сертификат 80+, голд, да, и вот серверниками и биткоином, это то, что, вот, серверник и биткоины, будут жрать больше, чем вон те блоки питания, где-то в районе от 20 до 100 Вт, они жрут больше, чем, например, голдовские блоки питания, из-за того, что у них нету голдовского сертификата, и так далее, но и при этом, например, серверник стоит в раза 4 раза дешевле, например, чем голдовский блок питания, и дешевле, чем биткоин, почти что, ну, не в 2 раза, но на 50% дешевле, на 30% может дешевле, ну, и так далее, но, каким блоками пользуюсь я, вы спросите, я пользуюсь и теми, и теми, и теми, у меня есть все блоки питания, честно, мое мнение, все равно, какой блок питания, да, главное, чтобы он работал бы, да, на целый риг, там, разница в 20 или в 100 Вт, да, я вам так скажу, когда у тебя риг на 14 или на 16 карточек, да, и ты ставишь один серверный блок питания на 2,4 кВт, и он тебе хватает вот так без проблем, и при этом не сильно шумит, да, ну, это если карточки такие немощные, типа, P106, да, там, или на 5600, да, в этом случае, он и стоит дешевле, и он тебе обойдется даже не в 2 раза, а он тебе обойдется в раз в 5, в 6 дешевле, например, чем покупать голдовский блок питания, например, на 16 карт, вам придется купить минимум, сколько там, 3 блока питания, чтобы они бы его, их запитали, а 3 блока питания, а по сравнению с одним серверником, у которого будут разъемы на 16 карточек, так что, думаю, лучше в сторону серверника посмотреть, на такую большую ферму, чем на 3 разных блока питания, вот такой вариант тоже, ну, и с блоком питания тоже разобрались, ребята, сейчас каркас фермы, да, каркас фермы вы можете собрать из любых подручных средств, это может быть вот такое дерево, простые деревянные бруски, из них собираете без проблем, да, может быть алюминий, кусок алюминия, и так далее, вон там у меня, например, мой компьютер, он, видите, там, я не знаю, сфокусируется ли он, да, видите, он вот тут вот собран из этого, как там зовут, из алюминия тоже, да, из куска алюминия он собран, без проблем все работает, да, там, главное, чтобы было продувание бы и так далее, и можно делать из деревяшек, можно делать из, как там зовут, для гипсокордона, вот эти, как там зовут, направляющие, из них тоже можно собирать, можно собрать из чего угодно, не обязательно покупать эти кейсы со стола за 200 долларов, тем более, закрытые кейсы тоже не обязательно покупать, если вы там, в них сильно не нуждаетесь, переплачивать и выбрасывать деньги, вам не надо, потому что эти деньги вы тоже отманиваете, и мой вам совет, ребят, видео уже 20 минут идет, но мой вам совет, все это, то, что я перечислил, вы можете купить именно БУ, не обязательно покупать новое, а БУшки, они продаются, вот эта вся тушка, да, скажем, с блоком питания, например, биткоиновским, да, вы сможете его купить в районе там 80-150 баксов, за эту всю тушку заплатить, и вам ее дадут, где это покупать, ну, я не знаю, на Авито можете покупать, а можете зайти в нашу телеграм-группу, например, блог Собачка Блок Шоп, там внизу в описании будет ссылочка, или, например, Собачка Шоп Гарант, да, в телеграме, и там очень много людей, через Гаранта можете это все купить, Гарант вам это все проверит, и вышлет вам, и то, что вас не кинут, вы будете это знать, и то, что вы получите все это рабочее, так что, можете брать это все БУ, не обязательно, также я вам скажу, можете брать 775 сокет, взяли его за 20 баксов, присобачили к нему какой-то блок питания, биткоиновский, тот же за долларов 30-40, да, там, ну максимум, и все, у вас ферма на 4 карты, вот так работает, без проблем пашет, и вы даже забываете про нее, вот такой вариант, если вам понравилось, ребята, это видео, давайте поставим лайки, я буду вам очень благодарен, следующее видео будет, насчет того, как собрать ферму с нуля, спасибо вам, а с вами был, как всегда, Леван Беручишвиль, до скорой встречи, ребят, пока, субтитры сделал DimaTorzok,